добрый день с вами доктор линский рад приветствовать вас на своем втором канале сегодняшнем видео хочу еще раз поговорить о манипуляциях вернее об одной их разновидности которая последнее время ну встречается буквально по много раз в день и вы я уверен с ней встречаетесь тоже каждый день расскажу об этом поподробнее очень часто сейчас и в ю тубе и в сми нам показывают различные жуткие сюжеты ужастики нам рассказывают о каких-то законах которые ограничивают людей и в их возможностях в их правах показывают как в какой-то из стран на или каких-то странах там совершают даже какие-то насильственные действия я думаю вы много раз такое видели наблюдали и вот у меня вопрос а с какой целью это делается если вспомнить почти два года назад помните как все начиналось нам показывали ролики из поднебесной да я не знаю сейчас можно ли говорить называть страны потому что youtube обижается и на это так вот нам показывали ролики оттуда когда люди на улицах массово падают и мы смотрели все и что нас наполняло позитив нет я думаю как раз обратные эмоции и важно что это показывалось и люди сидели в таком состоянии постоянно это смотрели каждый день появлялись новые ужастики а время проходило и то есть человек начинал это проецировать на себя было не так что вот сегодня показали и завтра что-то подобное пришло к нам нет это показывали заранее и у человека то есть он как говорится перегорал он ломался давалось время чтобы он это все осознал это все в себе переварил совсем согласился представил еще более жуткие вещи и и далее когда действительно что-то пришло даже отдаленно похоже на то что показывали и как оказалось потом что это были фейки но сейчас это мало кого уже говорится волнует мало кто об этом вспоминает так вот человек переварив все это в себе когда действительно пришло что-то подобное уже к нему он уже был готов совсем был согласен так вот это одна из самых таких распространенных манипуляций и в то же время она очень эффективна и применяется каждый день мне говорили знакомые что в уголовной среде когда нужно сломать человека и ему не говорят ничего вообще просто в его присутствии вот он сидит где-то даже на него не обращают внимание начинают рассказывать какие-то жуткие вещи которые эти люди делали с кем-то человек сидит он проецирует это все на себя потом его оставили в покое на какое-то время и только буквально к нему обратились даже еще скажем никаких насильственных действий его ни к чему не принудили он уже сломался он уже согласен потому что вот эта реакция прошла в нем то есть он сам себе надумывает какой-то жути сам себе это переваривать с этим соглашается и когда его уже вызывают ему даже еще ничего не говорят он уже сломался и он на все согласен так вот то же самое на мой взгляд происходит сейчас буквально на каждом шагу возьмем вот недавние события в одной из европейских стран ну австрия ладно не знаю можно youtube заблокирует или нет насколько вы знаете я думаю вы следите за новостями что с февраля месяца они ввели определенное действие это даже насколько знаю пока не закон потому что во всех странах это не введено на законном основании и вот они ввели такой указ что с февраля месяца там мы будут штрафовать если человек отказывается первый раз то три 600 евро второй раз 7 200 и далее если отказывается тюремное заключение на несколько месяцев это на мой взгляд классический вариант вот этой самой манипуляции смотрите если бы действительно была цель чтобы все сделали определенные действия дали бы сроку неделю и ввели это на законодательном уровне вот неделя и все вполне достаточно хотя бы сделать там одно действие но почему-то дали несколько месяцев это декабрь это январь получается больше двух месяцев и за это время очень многие люди как раз как мы уже говорили примеряют это все на себя сделают выводы представят как это будет с ними представят что там в тюремном заключении для которого я больше чем уверен не дойдет и многие сделают то действие на которое как раз и направлена эта манипуляция это я привел просто несколько примеров на самом деле такое происходит практически с разными интерпретациями в разных вариантах такое происходит во всех странах и очень многие люди даже еще не дошло ни до чего как показывает практика потом когда приходит этот срок ничего такого жуткого не происходит но многие люди уже сделали те действия которых потом жалеют но уже как правило вернуть ничего нельзя я специально сделал этот ролик чтобы у вас возникло понимание что происходит и когда вы будете видеть какие-то вбросы там показывают про австралию с аборигенами там проводят определенные действия человек тут же начинает это все проецировать на себя и по-моему есть очень много блогеров которые вроде бы и освещают информацию но они постоянно копают и находят какие-то ужастики какую-то жуть и то есть вместо пользы да как бы просвещение людей и дачи им информации на мой взгляд это только вредит потому что большинство людей проецируют это на себя и достигается та цель ради которой наверное это все и задумано вот такая информация воспринимать ее не воспринимать возможно кто-то считает что ничего такого не происходит мы как жили так и живем но может быть не есть какие-то там определенные неудобства скоро все закончится таким людям хочется просто пожелать удачи здоровья оставайтесь твердо на своей позиции и я думаю у вас все будет хорошо кому же эта информация будет полезна просто подумайте потренируйтесь выявлять эти манипуляции буквально несколько раз вы обратите свое внимание на них там где-то в сми где-то в ютубе в интернете и поверьте вы уже будете понимать что это действие направлено именно на вас чтобы вы сделали другое действие которое от вас хотят и как далее поступать это уже зависит от вашего решения но важно чтобы вы понимали что это все делается не просто так а с определенной целью на этом у меня все понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал делайте репост этого видео обязательно дождитесь окончания ролика там я для вас приготовил заставки на те видео которые на мой взгляд также будут вам интересны всего доброго и будьте здоровы